МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Украина переживает сложные времена, и поэтому сегодня, как никогда актуально, звучит название нашей программы «Каждая жизнь – надежда». Наши герои – это дети, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. И если мы сможем помочь даже одному ребенку, значит, эта программа вышла в эфир не напрасно. Воспитанница детского государственного учреждения Полина ждет своих маму и папу. О малышке расскажет главный врач Луганского областного дома ребенка номер 2 Екатерина Михайловна Донцова. В нашем доме растет вот такая славная помощница, вот такая славная девчонка, вот такая славная Полинка. Посмотрите на нее внимательно. У этой Полинки, Полинки 2,5 года. Она занимается тем, чем должны заниматься дети в этом возрасте. Она любит играться с куклами и, как самая будущая красавица, любит красить не только себя, но обязательно кукол. Вот так у нас все получается. Кукла должна быть такая же красивая, как Полинка. Полинка у нас уже несколько месяцев, ей 2,5 года. Полина ждет встречи со своей сестричкой, которая живет в другом доме. И мы надеемся, что эта встреча скоро состоится. Ее сестрички побольше, чем Полине. 11 лет. Она воспитывала ее, она была рядом в тех трудных условиях, в которых попали эти дети. И мы надеемся, что в теплых руках у родителей, которые захотят взять этих двух детей, принять этих двух детей в свою семью, обязательно эти дети будут отогреты. Отогреты душевно, отогреты родительским теплом. Таким умным, хорошим детям должно обязательно повезти в этой жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Полина и ее друзья сегодня обязательно придут к нам в студию. И мы верим, что эти дети обязательно найдут своих маму и папу. Пусть и приемных, но в будущем родных. Кож на житя Нади на экране 15 лет. Не поверите, но за это время больше тысячи мальчиков и девочек разного возраста с помощью нашей программы нашли своих маму и папу. Сегодня мы возрождаем проект в студии Луганского областного телевидения в Северодонецке. Почти год назад программа «Кож на житя Нади» была в гостях у семьи Ковреженко в Лисичанске. Давайте вспомним, как это было. В нашей семье 15 детей. Из них три дочки взрослых, три зятя, шестеро внуков и трое приемных детей у нас. Многие ли наши сограждане полны оптимизма, говорят откровенно о радости и счастье? Риторический вопрос. Людмила Ивановна, многодетная мама и бабушка, ее супруга Василий Леонидович никогда не сетовали на судьбу, даже если было трудно. Строили мир, в котором дом не только стены, личное пространство для семьи, большой и обязательно счастливый. 15 – цифра не преувеличенная. У них три уже взрослых дочери, три зятя, шестеро внуков и два сына приемных и приемная дочь. Я хотела еще, детки маленькие были, всегда мне как-то хотелось взять именно приемных детей, к этому шла. Ну, когда росли свои, как бы не до этого было, хлопот, работы много. А когда выросли, все разошлись, а мы остались вдвоем, нам бы как бы и не хватает, мы взяли еще. Я помогала поварам собирать эти абрикосы. И тут подъехала машина, Волга, и выходит оттуда Светлана Александровна, и говорит, Саша, я тебя сюрприз привезу. И выходит оттуда мама и папа. И мне говорят, это твоя мама и папа. Я была очень рада. Была улыбка такая. Я сразу подбежала, и начали их сразу назвать мама и папа. Мама и папа забрали Александру через два дня. Девочка хорошо помнит те часы ожидания, хотя прошло уже четыре года. Саша сказала родителям, что у нее есть младший брат. Людмила и Василий начали искать мальчишку. Очень скоро выяснили, где живет малыш. Приехали в Луганский детский дом. То ли случайность, а может и нет. Был день рождения у Богдана, шесть лет исполнилось. Мама сказала, с днем рождения, сынок. Я обрадовался, что мама и папа приехали. Дети не узнали друг друга, ведь жили уже давно в разных детских учреждениях. Но не было никакой адаптации. И взрослые, и брат, и сестра как-то сразу почувствовали себя родными. Очень скоро Богдан переехал в Лисичанск к маме и папе. А третий мальчик сам попросился к нам в семью. Подошел, говорит, а вы меня не заберете? Говорю, заберу. Как тебя зовут? Саша. Я его забрала. Сейчас живем душа в душу. Людмила произносит это просто, как будто само собой разумеется. Пришла в Центр социальной и психологической реабилитации детей за какой-то забытой справкой. И потом забрала Сашу. Но все случилось именно так. Произошло на самом деле невыдуманная эта история. Приехала мама. Я подошел к ней. Незнакомая она была тебе, да? Да, незнакомая. Она мне не была незнакомая. Потом я спросила, как вас зовут? Я стеснялся. Как вас зовут? Мама сказала, меня зовут Люда. Мама спросила меня, как меня зовут? Я спросила, меня зовут Саша. А потом я сказала, вы меня заберете? А мама сказала, заберу, если хочешь. Так прямо сразу и сказал? Да. Людмила и Василий поженились 35 лет назад. Ей было 19, ему 21. Всю жизнь вместе, скажет Людмила. Всю жизнь работали, деньги копили на дом. Дом купили, перестроили. Василий Леонидович 20 лет трудился на заводе, на вредном производстве. Тяжело заболел. Много они с Людой тогда пережили. Но справился этот мужчина с недугом. Сама Людмила Ивановна долгие годы трудилась в городской больнице. Обычные люди. Обычные ли? Вот такая сегодня у нас в студии обычная, но я бы сказала, что все же необычная семья Ковреженко из города Лисичанска. Людмила Ивановна, Василий Леонидович, Саша, Богдан, Александр. Я очень рада с вами познакомиться лично. Спасибо, что приехали к нам в студию. Вот этот цветок, который, дорогие зрители, вы видите, это подарок семьи Ковреженко проекту «Кожное житие на Де». Это первый подарок, который здесь у нас в Северодонецке. Также традиционно у нас в студии начальник службы по делам детей Луганской областной государственной администрации Раиса Васильевна Родина. Здравствуйте. Здравствуйте. Раиса Васильевна, помните, как все начиналось? Первые сюжеты, в которых дети, лишенные родительской опеки, рассказывали о своих мечтах. Скажите, эти мечты стали реальностью? Вы знаете, конечно, вот сегодня смотрю на эту семью и думаю, сколько у нас замечательных людей и сколько благодаря этому проекту определено детей. Действительно, дети нашли свое счастье, нашли свою семью, нашли свою жизнь. К сожалению, так случается, что некоторые рождаются дважды в жизни и биологически, и по суду. А вот когда маму, папу лишают родительских прав и ничего у ребенка не остается, кроме как действительно сегодня найти другую семью, найти другую пристань. И, конечно, наш проект, как никто, помогает в этом. Потому что, вы знаете, очень много судеб прошло через проект, очень много интересных моментов. Вот ты часто вспоминаешь, как и дети волнуются. И когда мы в студии знакомились, ну, собственно, познакомились раньше, но уже приняли решение передавать ребенка в семью, и в студии часто это у нас происходило за 10 лет, то вспоминаешь эти моменты, смотришь на этих детей, думаешь, как здорово, что все-таки проект есть, и как здорово, что все-таки вот пришла такая идея, идея телестудии ЛОД, в том, чтобы организовать это, вот, и помогать. Потому что очень много судеб, которые мы показываем, очень много людей потом обращаются, звонят. И вы знаете, очень много людей, которые вот смотрели раньше этот проект, а вот на протяжении вот этих двух лет все время звонили и говорили, ну, где же ваш проект, а будет ли он опять возобновлен? А вот потому что очень светлый, очень добрый, очень нужный. Посмотрите на эти счастливые глаза детей, на эти улыбки, на эту радость. Вот, и тем более детки-то непростые, они же у нас одаренные, талантливые, вот, все им хочется, и все получается. Ребята, скажите, а ваши мама и папа, они умеют исполнять ваши мечты? Да. А как они это делают? Мне хотелось, чтобы меня забрали с приюта, я мечтала об этом, чтобы у меня были родители, мне хотелось мама. Мне очень хотелось, чтобы у нас были подарки под елкой. И когда мы пошли с братиком смотреть мультики, мы пришли в зал, и под елкой уже были эти подарки, коробки конфет. Людмила Ивановна, в той передаче вы сказали, у меня 15 детей. Вы тогда посчитали и детей, и внуков? Да, посчитали всех. У меня три взрослых дочери, три зятя и внуки. Каждого еще взрослые внуки, дети определены, все живут отдельно, счастливо. Скажите, а времени у вас вот хватает, чтобы уделить всем внимание? Фатает, хватает с радостью. И принимаем гостей, внуков, дочерей. У нас каждый день гости. Это как счастье в семье. Мы уже привыкли к этому, встречаемся, у нас настроение хорошее. Ну, все хорошо. Василий Леонидович, как пришло решение стать родителями для Саши, Богдана, Александра? Людмила Ивановна сначала захотела, благодаря проекту мы решили взять детей. Всегда смотрели мы, да, эту передачу. Детки выросли. И захотелось еще. Скажите, ребята, у вас родители строгие? Ну, бывает немножко. Когда нас солим, ругают. Когда грустно, нас мама, папа позолеют. Богдана, ты как считаешь? Что, ну, тоже так. Строгие, но в меру, правильно? Вот как все родители. Ну, считаешь, родные. Саш, какие родители? Для меня родители самые-самые лучшие. Молодец. Наверное, это всегда очень приятно слышать, тем более таких замечательных ребят. Вот вы рассказали о том, что ваши родители уже исполняли ваши мечты, а сейчас о чем вы мечтаете? Я мечтаю о том, чтобы меня никогда не разлучали с мамой и с папой, чтобы я был с ними всегда. Я хочу, чтобы я был всегда с папой и мамой. Александра, а ты? Ну, я тоже хочу, как и мальчики, быть с мамой и папой. Но когда вырасту, я стану обязательно парикмахером, как мои старшие сестры. Замечательные мечты. Вот я вижу, что у тебя в руках ангел. Он, наверное, исполняет эти мечты, да? Мы его с мамой сделали. Это будет как ангел-хранитель нашей студии. Спасибо большое. Он обязательно будет охранять нашу передачу. Мы в это верим. Раиса Васильевна, скажите, давайте вот обратимся сейчас к статистике. Сколько сейчас в Луганской области детей, лишенных родительской опеки? 1400 деток-сирот, которые остались без родительской опеки. И из них около 200, которые сегодня воспитываются в интернатных учреждениях. 54 в доме ребенка. Но вместе с тем, вот когда называешь эти цифры, то видишь, что еще действительно очень много детей, которые нуждаются и которых нужно определять в семье. Я всегда говорю так, что какое бы ни было замечательное учреждение, будь то центр реабилитации, интернат, да, там создаются все условия, чтобы дети могли полноценно развиваться. Но в то же время ни одна семья не может заменить сегодня, вернее, ни один интернат не может заменить ребенку семью. Дети должны воспитываться в семье. Форма семейного воспитания, прежде всего, конечно, усыновление. Но на усыновление, как правило, идут дети до школьного возраста. Такая распространенная форма – это опека или попечительство, когда ребенка берут под опеку или попечительство, но до 14 опека старше – это уже попечение. В этом случае, конечно, под опеку, как правило, берут родственники или близкие, знакомые, когда родители действительно лишаются родительских прав или по какой-то причине их просто нет. Дальше, вот такая распространенная форма – это приемная семья, вот куда определяются до 4 детей. Ну и следующей формой воспитания – это детские дома семейного типа, которые создаются от 5 до 10 детей, принимаются вместе с родными. Ну и, в принципе, условия те же, что и в приемной семье. Вот, кстати, данная семья, которая здесь сегодня у нас находится, тоже вот в перспективе думают о создании детского дома семейного типа. Вы все секреты рассказали наши. Ребята, вы хотите, чтобы у вас еще появились братик или сестричка? Да, мы хочем. Мы будем помогать маме воспитывать их. Мы уделяем им внимание тоже. Будем помогать маме и папе воспитывать их, там, учить их. Так как мама тебя научила. Я думаю, с такими помощниками ничего не страшно. Расскажите, пожалуйста, вот, а как находят детей? Есть ли там что-то мистическое, ведь правда? Да. Думаю, душой и сердцем мы находим их. Вот смотришь, детки разные. Вот, я не знаю, я пришла, посмотрела на Сашеньку, и я сразу поняла, что это моя девочка. Она красивая, умная и на нас похожая. Мы любим большую семью. У нас все для этого есть. И желание. Главное, большое желание, здоровье. Папа, а вы? Вы будете главой такого большого семейства? Что вы скажете? У нас всегда много, родни в ногах у нас всегда. С такой семьей ничего не страшно. Жилам не страшно. Раиса Васильевна, у нас в студии такая замечательная семья, добрая, дружная, счастливая. И вот правда, что совсем не важно, как называется эта семья, приемная или детский дом семейного типа, это семья. А кто может стать приемными родителями? Вы знаете, ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, ну, действительно, мы уже говорили, что семьи замечательные, и мы очень благодарны, когда люди, невзирая ни на что, на вот такое сложное, трудное время, вот когда действительно сегодня очень неспокойно в стране, вот то идут на этот шаг, и очень многие сегодня, вот, вы знаете, количество желающих, которые бы хотели или усыновить, или взять ребенка на воспитание, меньше не становится. Вот это очень радует. Почему? Потому что вот все равно, значит, ну, как, во время войны детей не бросают, и вообще детей не бросают. И вы знаете, вот говорят, ну, как вот выбирают детей? Ну, в общем-то, как? Все начинается со службы. В любом случае нужно обращаться в службу по делам детей, вот сначала там районного или городского уровня, в зависимости от того, где проживаешь. После того, когда вот они к нам приходят, безусловно, мы знакомим с анкетами, предлагаем, вот какого возраста там можно, хотели бы кого-то, мальчика, девочку, одного, двух, предлагаем анкеты детей, вот, ну, сначала визуально знакомятся с анкетами, вот, но в большинстве своем, конечно же, сразу выписываем направление, вот туда, в то учреждение, где находится ребенок. И вот вы знаете, когда приходят, смотрят, говорят, вот сердце ёкнуло, выписал вроде на мальчика, а вот вы знаете, а может быть девочка, вот анкета там, вот, ёкнуло, это мой ребенок, другого мне не надо. Ну и все, и в принципе вопрос уже тогда начинает быть предельно простым и ясным, когда определили, когда ёкнуло, когда сказали, что это мои дети, вот, то тогда уже в течение 10 дней делаются выставки, что контакт с детьми состоялся. И по всем вопросам усыновления, создания приемной семьи, детского дома или определения, ну, детского дома семейного типа имеется в виду, вот, или определения ребенка под опеку или попечительство, можно обращаться, 4-0-1-25. Мы находимся в Северодонецке, 4-0-1-25, это областная служба по делам детей. И я вот всегда вспоминаю, когда я начинала работать, вот, много лет назад, я пришла в детский дом, мы пришли втроем, там, три представителя, просто познакомиться с работой. Что это такое за учреждение, всё. И вот, когда дети сидят и смотрят на тебя, и каждый говорит, это мама пришла за мной, это за мной, это за мной. То есть, они все ждут, что обязательно у них должны быть мама и папа. Саша, Богдан, Александр, мама и папа, спасибо, что вы сегодня пришли к нам в студию, приехали из Лисичанска. Спасибо за такие душевные, теплые подарки. Я верю, что этот ангел будет оберегать все семьи, которые придут в наш проект, которые смотрят наш проект. А также верю, что в следующий раз вы к нам придете с еще одним мальчиком, девочкой, а может быть с двумя мальчиками. Здесь уже как судьба, да, как получится. Судьба покажет. Раиса Васильевна, спасибо вам за участие в этой программе. А мы продолжаем. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Даша подогнал «Симон»! Даша взяла на воспитание семья из Луганска! У девочки появились мама и бабушка! Дальше 5 счастливых лет! Все изменила война! Переезд в Россию, учеба, а потом близкие, как оказалось временно близкие люди, решили вернуться домой в Луганск! Но уже без Даши! Девушке-подростку пришлось скитаться по интернатам! Сначала в России, а после депортации в Украину, был Харьков, Месичанск. В Северодонецке поступила в училище на специальность портного модельера. Даже не в обиде на тех, кого считала родными. Мы иногда в интернете списываемся. Я редко, конечно, на звоню Луганск, разговариваю с ним, общаюсь тоже. Трудновато там сейчас в Луганске. Человек, попадая в трудную ситуацию, чувствует потребность в любви и ласке гораздо сильнее. Совершенно закономерно. Первые знаки внимания малознакомого юноши Даша приняла за любовь и ответила взаимностью. Когда парень узнал, что Даша ждет ребенка, исчез. Когда он родился, он не дышал. У него была сетья. Он две недели пролежал в реанимации. Потом нас перевели в УПН. В общем, мы первый месяц жизни лежали в больнице. Сначала две недели в реанимации по ТВПН. Потом нас, получается, выписали. Мы один день побыли дома. И через день поехали опять в больницу. Опять неделю лежали в реанимации. Мы не могли никак поставить диагноз. Потом поставили диагноз пилорастоноз. Рожденное заболевание желудка. То есть непроходимость пищи. И нужно было делать операцию. Крошечно Вадиму спасли. Врачи детской областной больницы сделали все возможное и невозможное. Деньги на лечение собирали волонтеры. Добрые люди молодой маме подарили коляску, кроватку, предложили жилье. Дом старый и обветшалый. Дорога в город разбита. Выехать на улицу с коляской без посторонней помощи невозможно. Этому пристанищу Даша рада. Ведь другого у сироты нет. Люди по знакомым нашли эту женщину. Она просто сама здесь не живет. Она живет в Днепропетровске. Разрешила пока на некоторое время пожить здесь. Конечно, ненадолго. Я сейчас думаю идти в высшие силы, просить, чтобы дали дом, квартиру, дом, хотя бы что-нибудь, хотя бы маленькая, однокомнатная. Хотелось бы попросить область, чтобы помогли с жильем. В этой истории вопросов больше, чем ответов. По закону сиротам положено жилье от государства. Даша родом из Стаханово, но не переселенка. Прописана в северодонецком общежитии и потому не может получить статус матери-одиночки в Лисичанске. И все же эта девушка – оптимистка. Любой человек, хоть один, но найдется, он будет тебе помогать. Вот. Ну, сейчас, да, мне вот люди же помогли. Думаю, дальше пойду работать. Чуть подрастет, положу, пойду работать. Устроюсь на работу, его в садик отправлю. Главное – верить и не сдаваться. А там все будет. Дашину историю смело можно назвать типичной. Дети без родительской опеки вырастают и остаются один на один со своими недетскими проблемами. Проходят через взрослые испытания и наивно верят в помощь высших сил. Татьяна Ивановна, насколько действительно типична история этой девушки? На самом деле, такие истории имеют место в нашей жизни. Нравится нам это или нет. Но что я хочу сказать по поводу вот этой девочки? Хочется просто перед ней снимать шляпу, потому что, пройдя через такие жизненные испытания, она вот не утратила веру в доброе и светлое. И это очень важно. Это говорит о том, что ребенок, воспитываясь в разных ситуациях, он все-таки остался человеком, да? Не утерял веру в то, что все-таки есть что-то на земле, что дает надежду в будущее и веру вот такую. То, что девочка так быстро приобрела ребенка, это объясняется тем, что действительно желание обрести семью, то, чего у нее не было, да? И как бы воспринимать это справедливо по отношению к ней. Это ли несправедливо? Она сделала так, как она хотела, зная, что ее ждут трудности, но тем не менее ее это не остановило. И я просто вот смотрю на этот сюжет, и я восхищаюсь, восхищаюсь такими людьми, у которых нам, намного старшим людям, можно поучиться отношению к жизни, отношению к своему ребенку. Как часто я вижу обратную сторону медали, когда более благополучные люди не имеют ни отношения, ни надлежащего воспитания, и это, конечно же, печально. Скажите, а как часто такие дети повторяют судьбу своих родителей? Довольно часто. Я уже в начале нашей беседы акцентировала внимание на это, что вероятность того, что ребенок проиграет сценарий того, что он видел в детстве, почему же так детский возраст очень важен, да? Что самые яркие события и фундамент для взрослой жизни закладываются именно в этом возрасте. И та среда, и та модель воспитания, которые были присущи в этом возрасте, они во взрослой жизни дадут ростки. Даши не повезло, ее приемная мама оставила ее, поступилась не очень жестоко. Как Вы считаете, эта война повлияла? Вы знаете, хорошо, когда есть то, на что можно свернуть, правильно? Я не думаю, что именно война могла сделать такое определяющее решение в судьбе этой девочки. Я вот смотрю на многих ребят, которые сейчас вот дети, и которые прошли войну, и я вижу, как они себя ведут. Они себя ведут совсем не так, как дети, они ведут себя намного ответственнее. Поэтому все зависит от человека. И будь то война или другая какая-то сложность бы, случилась бы в жизни этой женщины, она просто поступила так, как она поступила, как она смогла поступить. Но это не война, однозначно. Это ее жизненная позиция, вот такая, по отношению к этому ребенку. А война, ну, на войну можно сейчас многое списать, но не в этом дело однозначно. Однозначно нет. Татьяна Ивановна, спасибо, что вы пришли к нам в студию. К счастью, мы знаем множество примеров, когда приемные родители в самых сложных жизненных ситуациях помогают, подставляют плечо и оберегают своих дочерей и сыновей. Сейчас история именно такой семьи. Юля увидела это во сне. Родители взяли на воспитание девочку-сироту. Утром рассказала маме и напомнила, ты же всегда хотела троих детей, а нас только двое. Потом случилось наяву. Вероника Николаевна и Ренат Мухлисович в Стахановском интернате познакомились с Элей. Скоро оформили опеку над девочкой. Еще не было тогда приемных семей, детских домов семейного типа. Надя, например, это моя маленькая протожа. Вот я была точно-точно такая, когда пришла. Только не лопухой. А че ты лопухая родила? Красавица. У нас родители, они самые лучшие. Как бы, не знаю, я не знаю, что бы мы делали без них. Другая бы уехала со Стахановой и сказала, да, нафиг мне нужны эти дети, и все. Девушка знает, о чем говорит. Сокурсницу Свету и ее братьев, родители-воспитатели из Первомайска привезли в Исичанск, оставили в приюте и уехали в газели, которую получили когда-то от государства. Война все спешит. Веронике и Ренату дети очень нужны. Детский дом семейного типа – это для родителей только официальное название, документы. В жизни все как в жизни. Радости, трудности, какие-то неприятности, замечания учителей и благодарности тоже. Не всегда же все гладко. Даже дети живут и у родных родителей, и все равно бывают и в школах какие-то обиды, и все. Ну и когда приходят со школ, начинают рассказывать, если есть какие-то обиды, все, мы решаем эти вопросы. Я вообще, как вам правильно сказать, вообще не люблю слово «приемные дети». И детям говорю дома, я им рассказываю, как говорю. Во-первых, я всем детям сказала, вы пришли в нашу семью, значит, вы начинаете с чистого листа. То, что было там, если ты хочешь, ты можешь рассказать, если не хочешь, можешь не рассказать. Ну там остается там. А здесь ты начинаешь с чистого листа. У тебя есть мама, папа, у тебя есть семья. И если по документам ты находишь, ну как написано, что ты воспитываешься в детском доме семейного типа, это только по документам. А в настоящее время, в настоящей жизни у тебя есть мама, папа, есть семья. Многодетная мама 4 года сама училась в интернате. Может, те воспоминания и определили судьбу Вероники. Теперь в семье трое взрослых детей. Юля 25, Рустаму 22, Ирине уже 19. Она заканчивает кулинарное училище. У будущего повара серьезные планы на будущее. Участие в престижных конкурсах по профессии, поступлении в институт. Еще у Закировых 6 мальчиков и 4 девочки, несовершеннолетних. И маленький внук. Он родился уже в Лисичанске. Малыша назвали Дамир, что значит «дарящий мир». Родители – это для нас святое. И люди, которые берут детей, мне многие говорят, твоей маме надо памятник ставить. Она взяла столько детей, она подарила им нормальную жизнь, и нет жизни по интернатам. И, не знаю, как бы, жизнь... Дети, которые живут по интернатам, они выходят с интернатов. Они не могут ничего. Я очень рада, я их была видеть. Очень обрадовалась. Это самая лучшая моя семья, которую я видела. История этой большой семьи удивительная, трогательная и настоящая. Пять лет назад Костя и Дима еще жили в Луганском областном детском доме номер один. Старший брат в студии телевизионного проекта «Каждая жизнь надежда» поделился своей мечтой. К мальчишке приехали мама и папа. У меня была мечта, ну, первая, иметь семью, маму, папу, братья, сестричек. А вторая, вот это, летчиком быть. Ну, еще, когда я попал в семью, вообще так непривычно, так, ну, меня мама познакомила с Руставом. Потом через день, через два стало там круто. Костя уже жил в Стаханове, а Дима находился на лечении в Краснодоме, в санаторий. Там мама и родила Димгу. Мальчик уверен в этом. И разве стоит его переубеждать? Дима Даниловский, он всем ходит, доказывает, вот меня мама, вот меня эта мама народила. Все, и вот в пять лет. Я же, когда ездила в Краснодом за ним, там он был в санатории. И он был очень маленький, очень такой хрупенький. Ну, он выглядел на три года, там никак пять с половиной не было ему. И я его, ну, как приехала, мне говорят, зима же, говорят, а вещи? Я говорю, ну, я не знаю, ну, дайте в чем-нибудь довести его, говорят. Нет, вещей нет. Вот он стоит там в колготках, в тапочках, в какой-то растянутой футболке и все. А декабрь месяц. Я говорю, ну, ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Я же беру ему, ну, приблизительно нитками, померила руки, ноги. И поехала же за вещами, чтобы его забрать. И вот он всем рассказывает, говорит, меня же мама народила, приехала, народила в больнице, потом померила мне руки, ноги и поехала покупать вещи. Ну, они все вот какие-то моменты. Сколько таких трогательных моментов, связанных с судьбой каждого ребенка в этой семье. Ира, Костя, Дима, переехала к Закировым Люба. Еще в Стаханове хотели организовать детский дом семейного типа, но не хватало квадратных метров по нормативным требованиям. Тогда купили четырехкомнатную квартиру на одной площадке со своей трехкомнатной. Отремонтировали, обустроили. Война поломала планы. Выезжали под обстрелами, было страшно. Дети до сих пор не могут забыть. Взяли самое необходимое, потому что, когда выезжали, мы все-таки надеялись, что пройдет две-три недели, месяц, мы все равно вернемся назад. Забрали бабушку, и пришлось с собой забирать и собаку, и кошку, потому что оставлять... В общем, все самые близкие, родные выезжали. Вот нас выехало, сразу мы выехали, почти 20 человек. Первое время в Лисичанске арендовали жилье и не отказались от своих планов. Приобрели дом, можно сказать, в кредит, выплачивают долг постепенно. Ремонтировали, строили, спонсоры подарили мебель. Помощь от международной организации – это НРС, Норвежский фонд, который нам вставил четыре окна и привез стройматериал на утепление дома. В августе 2015 года приемная семья Закировых получила статус детского дома семейного типа. Стаса, братьев Алешу, Колю и Сережу, Надю – эти родители забрали из Лисичанского реабилитационного центра для детей. Вероника называет это учреждение по старинке приюта. Алину привезли из Северодонецкого санатория. Вероника часто вспоминает первую встречу с этой девочкой. Алина тогда сказала. А вы знаете, вы уже четвертая приезжаете. Вы сейчас много будете спрашивать, спрашивать, а потом не приедете за мной. Я говорю, я приеду. И вот сейчас мы разговариваем с ней, а она говорит, я думала, вы не приедете. А когда сказали, Алина, к тебе приехали, я сразу поняла, что это вы приехали. Семилетняя Надюша, воспитанница приюта, тоже удивила будущую маму. Я приехала в приют, говорит, ну вот Надя Сокольчук, говорит, девочка, ну, есть статус, есть все, говорит, вы посмотрите. Я же начинаю с ней разговаривать, Надюша, здравствуй, здравствуйте. А я говорю, ну а как ты настроена, ты хочешь, чтобы тебя забрали домой в семью? А она мне говорит, а вы знаете, какой у меня характер? Через несколько дней за Кировым позвонили из реабилитационного центра. Приезжайте скорее, Надя уже вещи собрала. Юре исполнилось 15, когда его бабушка-опекун умерла. Юноша остался в попасной совсем один. Пригласили в свою семью. Согласился парень. Признается, колебался, но все же решился. Я говорю, Юра, можешь называть, как тебе удобно, тетя Вероника или Вероника Николаевна, потому что возраст большой, и я говорю, как тебе удобно. Ну, неделю он, конечно, где-то около недели он говорил бытом и без всяких. И здесь, получается, август месяц, закрывание у нас идет, опускаем банки в погреб это. И я такая подаю, он ставит на полки, и мне поднимает голову и говорит, «Ма, а вот эти вот банки тоже туда ставить?» Я говорю, ну, конечно, туда это. И все. У мамы защемило что-то внутри, дыхание перехватило, еле сдержалась, чтобы не заплакать. Но старалась говорить с сыном спокойно. Эти моменты все равно, когда даже, ну, не только Юра, вот, например, приходят, если там несколько дней не называют, а потом бегут уже они и без всякого, что это дом уже ихний, все это, ну, и здесь раз, и это мама там позвали. И всегда все эти моменты каждый раз, каждый раз все равно чувствуешь. И дружь в голосе, и как-то в середине все перехватывает. Ну, все эти моменты все равно, кажется, к этому привыкнуть. Нет, к этому привыкнуть просто невозможно. Дети не хотят помнить то, что было с ними когда-то. Давно прошло и забыто. Наверное, прав Димка. Его родила эта мама, как и всех остальных, братьям и сестер. Дала им новую жизнь. Недавно в классе, где учится Люба, учитель составляла какие-то списки и спросила, кто сирота, поднимите руку. Люба у нас не подняла руки. А потом подошла и говорит, у меня есть статус сироты, но я живу. А кто-то говорит, Люба, ты же живешь там в приемной семье. Она говорит, я не живу в приемной семье, у меня есть мама и папа. Ну, а потом подошла к учителю и сказала, говорит, да, по документам я считаю, говорит, сирота. Но в настоящее время у меня есть мама и папа, я живу в своем доме. Познакомились Ренат и Вероника 30 лет назад в одном с Таханой. Она продавец по профессии, он сварщик, сейчас уже на пенсии. А родители, они по призыванию, по состоянию души. В условиях войны, при фронтовой зоне, эти два человека строят дом и воспитывают детей. Ну, жизнь же идет, у нас Вероника сказала, что надо что-то делать и хорошее. Ну, как ты без них? Они же вот твои, все твои. Все ваши? Да. Ну, а как вот, этот Сережка подойдет, обнимет, ма, я же тебя так люблю, ты же у меня самая лучшая. И ты у меня самая лучшая. У нас как обычная семья. Просто, я не знаю, честно, как объяснить. Обычная семья. Дима, а как ты считаешь, ты счастливый ребенок, да? А почему? Да, мама есть, папа. Семья есть. Семья, а как ты считаешь, ты счастливый ребенок, да? Субтитры создавал DimaTorzok Луганской областной военно-гражданской администрации, председатель Луганской государственной администрации Юрий Григорьевич Гарбус. Здравствуйте! Здравствуйте! Юрий Григорьевич, сегодня мы возрождаем студийный проект «Каждая жизнь надежда». Получается, сегодня у нас премьера, хотя проект в эфире уже 15 лет. Сегодня семья из Лисичанска подарила нам вот такого ангела, который будет символом теперь нашего проекта, будет охранять наш проект. Я знаю, что вы делаете очень много для того, чтобы в областных детских учреждениях для детей были комфортные условия для их воспитанников. В первый день своего пребывания в роли губернатора области вы поехали в дом ребенка. Почему именно к детям? Ведь в области сейчас достаточно много проблем. Ну, если мы говорим не только о сегодняшнем дне, а о завтрашнем, мне, конечно, было важно посетить детский дом, потому что как раз эти дети, которые, к сожалению, потеряли, ну, скажем, если не любого, то какую-то, наверное, уверенность, как капсулу в жизни. Они остались только действительно с теми ангелами-хранителями, которые, наверное, вокруг них. Они попали в территорию, с трудом выбирались они из неподконтрольной территории, попали сначала в Россию, потом уже на Украину, потом в Харьковскую область. Вот это как бы все вот это движение, которое было. Здесь меня беспокоило, в каких условиях они находятся на территории области, и чем нужно им помочь. Вот почему это было принято такое решение, и сразу же первый день я заехал в детский дом. Как бы ни было тепло и комфортно в учреждениях детских, каждому ребенку нужна семья. Это не лозунг, не избитая фраза для вас, как для губернатора области. Это убеждение? Я думаю, это то, что я чувствую сердцем. Постараемся, чтобы на территории Луганской области этот вопрос был снят. Все были дома, в своих семьях. Юрий Григорьевич, давайте ненадолго прервем нашу беседу. Всем зрителям я предлагаю побывать вместе с нами в областном доме ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы продолжаем нашу беседу с руководителем Луганской областной военно-гражданской администрации, председателем Луганской государственной администрации Юрием Григорьевичем Гарбузом. И, как вы сейчас можете увидеть, дорогие зрители, у нас в студии самые дорогие гости. Это малыши из Луганского областного дома ребенка. Это Полинка, о ней мы сегодня рассказывали, Милана, ее братик Леша, а также с ними старший педагог Виктория Сергеевна Мягкоход и Анна Владимировна Самойлова, их воспитатель. Юрий Григорьевич, недавно в станице Луганска к вам обратились две женщины за помощью. Они приехали из оккупированной территории. Расскажите, какая была у них проблема и самое главное, удалось ли ее решить? Ну, там в семьях, насколько я помню, в одной семье восемь деток, в одной пять. И пообщавшись, мы определились, что им необходимо жилье. На сегодняшний момент выбрали жилье. Это одно в Ольховой, одно в станице Луганской. И сейчас уже принято решение, в ближайшее время мы выделяем в пределах 600 тысяч для покупки этих двух домов. Там 93 и, по-моему, 103 квадрата. То есть, этот вопрос будет решен. Ну, и учитывая то, что семьи пришли с временно неподконтрольной территории, я еще раз хочу обратиться ко всем нашим землякам, которые живут в Луганске, Краснодоне, Свердловске. Всем тем, у кого есть детки, их нужно оздоровить. Мы готовы с удовольствием принять. И сегодня и у нас на территории Луганской области, и с нашими областями, которые мы очень плотно работаем, это Львовская, Тернопольская, Ровенская, где сможем и в лагерь отправить, и в санаторий. Естественно, приглашаем действительно с поддержкой все эти семьи, которые нуждаются в нормальной жизни, в себе домой. Юрий Григорьевич, вы знаете хорошо этих малышей, наших сегодняшних гостей. Вы часто бываете в Думе ребенка. Ради того, чтобы Полинка, Милана и ее братья Клеша нашли своих маму и папу, наша программа уже 15 лет выходит в эфир. Виктория Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о ваших воспитанниках. Воспитанники замечательные. Вот Полинке 2,5 года, Леше 2 года, а его сестричке Миле 1 год. Дети развиваются согласно их возрасту. Самообслуживание развито на достаточном уровне. Полинка любит очень рисовать, любит занятия, любит играть с воспитателями. Леша любит очень играть машинками. Мы очень надеемся, что наши детки найдут маму и папу. Они об этом мечтают, и вот они нарисовали рисунки, о чем они мечтают. Много позже мы их обязательно посмотрим. Сестра Полинки живет в Лисичанском центре социально-психологической реабилитации. Мы очень хотели, чтобы сестрички встретились сегодня в студии. Но так случилось, что в том центре объявлен карантин. Ветрянка. Но мы вышли из положения. В Лисичанске установили камеру. Сейчас я попрошу нашего режиссера помочь нам связаться с городом Лисичанском, с сестрой Полинки, с психологом. Елена Николаевна Иваненко и Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, студия. Мы вас видим, и мы хотим рассказать вам о Вике. Это наша Вика Осачук. Она тихая, спокойная девочка. И сейчас немного расстроена, потому что мы видели видео с ее сестричкой Полинкой. Ну, очень она скучает за своей сестрой. Очень скучаешь. Да? Ну, скажи. Скучаешь? Скучает. И расстроилась поэтому. Ну, я надеюсь, что все-таки Вика встретит новую семью. У нее будет новая семья. И мама, и папа. Потому что это ее большое желание. И будет ее любить. Будет ей уделять внимание. Будет ее развивать. И она будет больше общаться с людьми. Будет посещать кружки. И станет разговорчивее. Станет общительнее. Потому что характер у нее очень хороший. Добрая она. И вежливая девочка. Тактичная. Любит читать. Уроки всегда учат тщательно. Не лениться. Две сестры должны быть вместе. Потому что это два родных человека. Очень хотелось бы нам приехать к вам на студию. Но мы не можем. Потому что у нас в центре карантин по ветряной оспе. И Вика приболела. Вот она еще немножко расстроилась от этого. Что сегодня ей сказали, что у нее ветрянка. Ее положат в больницу. Поэтому она еще расстроилась по этому поводу. Но я надеюсь, что все-таки мы приедем к вам на студию. До свидания, Вика и Елена Николаевна. Мы верим, что Полина и Вика не только найдут своих родителей, но обязательно встретятся. И что эти сестрички, они будут вместе. Ведь иначе быть просто не может. Мы также верим, что Милана и ее братик Леша тоже найдут своих родителей. Юрий Григорьевич найдут. Ведь у нас на Луганской земле очень много людей, небезразличных, к чужому горю, которые считают, что чужих детей не бывает. Ну, я не только в это верю, я это знаю, что это именно так. И вот мы с Миланкой уже очень давние друзья. Вот на протяжении, наверное, месяца, это пять месяцев, наверное, точно мы уже общаемся часто. Она мне вот, видите, уже доверяет совсем, может уже разбиваться, обуваться. Я уверен, что и хочу обратиться ко всем не просто равнодушным, наверное, сказать, наверное, и немножко посмотреть себе глубже в сердце, потому что был у нас недавно такой хороший случай, о котором можно рассказать. К нам приехали друзья с Ровно, включаясь с губернатором, где детки передали нашим деткам портфели, собирали они их сами, ручки, книжки. И в одном из рюкзаков мы достали письмо, то есть без всякой подготовки, и губернатор зачитал, где было написано, да, мы знаем, что вы наши братья, сестры, мы переживаем, потому что у вас идет война. Мы вам собрали все, что могли. И там был полный портфель книжек, печенья и всего. И самое главное, в конце, что было написано и очень поразило, что в нашей родине 13 деток. То есть вы понимаете, да, то есть если есть в семье, где у кого 13-18 детей, и есть там всегда любовь, уважение, много моих друзей, у кого есть свои дети. И дополнительно, скажем, прочувствовал, смогли родить еще деток. Так что я уверен, что давай мы посмотрим, вот обязательно в камеру, Миланка, посмотри, какая ты красивая, уже в годик, вот уже красавица. Так что я четко могу сказать, что передача такой быть, это очень правильно, потому что за 15 лет, если не ошибаюсь, там около тысячи деток, которые, в принципе, нашли, родились, скажем. Значит, найти, наверное, слово, наверное, неправильно, все-таки родились заново, получили дополнительно ангела-хранителя. И я уверен, что вот наши гости сегодня, наши друзья, это и Алексей с Миланкой, и Полинка, сестричка, обязательно найдут. И в ближайшее время максимально, я думаю, что мы, я обязательно на этой передаче буду, где, либо в тех семьях, и мы окажем помощь и поддержку, и главное, уважение. И я уверен, что эти семьи будут очень счастливы. Так что посмотрите обязательно все на деток. Вот. Улыбнись теперь. Сработаем. Если кому-то из вас, дорогие зрители, сейчас подсказало сердце, это мой ребенок, решайтесь, звоните в службу по делам детей, пишите. Наша программа называется «Каждая жизнь надежда». «Каждая жизнь надежда» на телеканале ЛОД в городе Северодонецке возрождается. «Каждая жизнь надежда» «Каждая жизнь надежда» «Каждая жизнь надежда»